всем привет это джазман и сегодня я расскажу о новом настольном компьютере apple iMac собственно вот он для начала напомню тем кто не настолько хорошо знаком с различными линейками продукции apple что iMac это компьютер типа моноблок или все в одном то есть включающий в себя дисплей и всю компьютерную начинку в одном корпусе считается что именно успех разноцветных iMac после возвращения в компанию стива джобса в конце 90-х вдохнул в apple новые силы и в итоге проложил путь той самой компании которую мы знаем сегодня тогда на фоне унылых бежевых и изредка черных компьютерных корпусов разноцветные iMac выглядели реально как пришельцы с других планет мне довелось увидеть еще те первые цветные iMac в конце 90-х на какой-то конференции для студентов и впечатление они произвели неизгладимое напомню что в те времена 99 компьютеров приобреталась в виде россыпи деталей у сборщиков а тут система все в одном да еще и в таком необычном ярком и красивом дизайне любопытно что по мере развития линейки iMac apple пришла к стандартному серебристому цвету и годами выпускала эти компьютеры только в одном варианте внешнего исполнения если не считать очень редкие дорогие черные iMac pro и вот в 2021 году в компании решили вернуться к корням и представили новые iMac сразу в семи вариантах цветового исполнения корпуса к тому же в комплекте с компьютером идет клавиатура трекпад и мышь такого же цвета как и сам моноблок новые модели iMac стали первыми компьютерами в этой линейке на новом собственном процессоре apple под названием m1 до этого такие процессоры уже появились в макбуках в миниатюрном компьютере mac mini и совсем недавно добрались до ipad pro о нем надеюсь мы скоро подробно расскажем думаю будет не лишним сказать что первый собственный процессор у apple получился очень удачным производительным и не горячим он заслужил массу положительных оценок у обозревателей и отлично проявил себя в различных тестах по своей архитектуре процессор является системой на чипе то есть содержит как собственно вычислительные ядра так и графику вместе с оперативной памятью видимо в этой связи объем оперативной памяти в новых iMac ограничен 16 гигабайтами а основная масса модели будет иметь на борту 8 гигабайт для постоянного хранения данных используется быстрый ssd накопитель объемом до двух терабайт но компьютер с таким объемом диска обойдется очень дорого больше 200 тысяч рублей цены же на iMac в базовой конфигурации начинаются со 129 тысяч рублей это конечно тоже дорого но такие суммы являются своеобразной платой за вход в волшебный мир экосистемы apple переходим к конструкции дизайна сразу же скажу что новый iMac получился очень тонким толщина его корпуса всего 11 с половиной миллиметров если предыдущий iMac имел изогнутую тыльную часть корпуса которая в середине имела наибольшую толщину и сужалась по краям то у новой модели толщина равномерная по всему корпусу когда достаешь его из коробки создается ощущение что это такой особенно крупный планшет это впечатление еще дополнительно усиливается тем что лицевая поверхность у iMac полностью глянцевая и выполнен из единого куска стекла забегая вперед скажу что она довольно марка и в этой связи рекомендую сразу обзавестись специальным набором из распылителя чистящего средства и мягкой тряпочкой из микрофибры их много разных стоят они несколько сотен рублей в любом магазине электроники и отлично помогают содержать iMac в первозданной глянцевой красоте корпус iMac опирается на металлическую стойку она окрашена в цвет корпуса но имеет чуть иной оттенок за счет того что выполнено из анодированного алюминия в стойке предусмотрено отверстие через которое проходит кабель питания он имеет необычный магнитный разъем но это совсем не тот самый классический маг сейф кабель имеет круглое сечение и разъем такой же при этом необходимо подобрать ненужное положение в котором он уже защелкивается на магнитах в общем то уже при извлечении из коробки видно что кабель непростой он служит не только для питания но и для передачи данных в корпусе адаптера питания находится разъем ethernet его явно поместили туда чтобы не портить лаконичный дизайн довольно крупным и в целом архаичным разъемом соответственно для того чтобы подключить новый iMac кабелем к сети последний придется вставлять в корпус адаптера а сам компьютер получит данные через кабель питания площадка на которую опирается стойка совпадает по ширине с клавиатурой и ее можно туда убрать если перед компьютером нужно что-то положить например планшет для графического ввода ну или поднос с выпивкой и вкусной едой при просмотре сериалов некоторые обозреватели сетуют что в apple поленились встроить в эту площадку беспроводную зарядку для телефона действительно было бы очень полезно и удобно но предполагается что новые аймаки будут одними из самых доступных компьютеров apple по крайней мере на американском рынке а подобный функционал видимо слишком сильно удорожил бы конструкцию наверное из тех же соображений инженеры apple не стали размещать разъемы usb на боковой панели очевидно для того чтобы дизайн компьютера был более цельным в итоге справа внизу с тыльной стороны расположено 4 разъема форм-фактора usb-c причем два из них это thunderbolt разъемы с поддержкой дисплей порт thunderbolt 3 со скоростью передачи данных до 40 гигабит и usb-4 тоже до 40 гигабит в секунду еще пару портов это стандартный usb-3 с пропускной способностью до 10 гигабит в секунду на один разъем все же расположили удобно на левой боковой панели внизу туда подключается стандартная гарнитура с разъемом mini-jack почему там же было не сделать еще парочку usb-c по аналогии с макбуками известно только конструктором apple особенно на фоне того что все чаще новые игровые гарнитуры выходят сразу же на usb-c без миниджека пару слов о комплектной клавиатуре мыши и трекпаде удобно что в комплекте с iMac идут сразу все возможные устройства ввода клавиатура довольно далеко ушла от классической magic keyboard наклон ее стал немного ниже а ход кнопок ощутимо короче теперь клавиатура работает от встроенного аккумулятора заряжать ее можно с помощью комплектного кабеля lightning как видим до полного перехода техники apple на разъем usb-c еще далековато зато наступила унификация с ноутбуками в плане технического устройства кнопок здесь тоже используется механизм ножницы привычный по актуальным ноутбуком компании в правом верхнем углу клавиатуры расположена кнопка с датчиком touch айди очень удобно как минимум в одном повседневном действии когда нужно разблокировать компьютер и не приходится вводить постоянно пароль впрочем при первой загрузке после выключения пароль все же придется ввести touch айди активируется только после этого действия при первичной настройке компьютера touch айди легко привязать apple pay и оплачивать покупки онлайн без муторного ввода циферок с карты в процессе первичной настройки я заметил такой нюанс для подключения комплектной клавиатуры нужно сделать своеобразный двойной клик на кнопки питания это не совсем интуитивно и может не получиться с первого раза впрочем если нажать недостаточно быстро компьютер просто уснет и тут же проснется как айпэд корпус клавиатуры мыши и трекпада окрашен в цвет корпуса свал самого аймак сама же мышь обычная классическая magic mouse с сенсорной поверхностью для жестов за годы использования признаться я так и не привык ней и с удовольствием возвращаюсь к эргономичным формам мыши logitech g502 за моим обычным компьютером но вот важный момент в комплекте саймак идет еще и трекпад так что тем кто привык работать за ноутбуками без использования мыши не придется заново учиться ее использовать после покупки ну и теперь о самом интересном о том как это все выглядит работает и звучит по словам самой apple по сравнению с моделью предыдущего поколения 21 с половиной дюйма новый аймак с процессором м1 примерно на 85 процентов быстрее в плане производительности центрального процессора в два раза более производительные в плане графики и до трех раз обеспечивают более высокую скорость машинного обучения на практике повысившуюся производительность можно заметить в основном на таких требовательных задачах как монтаж видео в остальном аймак как был шустрой машинкой так и остался сафари запросто открывает десятки вкладок и не тупит музыка бодро играет в комплект на май тюнс или в стороннем по и ревокс а в офисе все летает кстати на microsoft офис один известный магазин яблочной техники сейчас предоставляет скидку лично я купил свое время подписку сразу на 6 компьютеров и отлично пользуюсь офисом на пк и маках а также родные и близкие тоже себе получили по лицензионному офису главную роль во всем объеме впечатления от компьютера занимает конечно же дисплей здесь у apple традиционно все в порядке дисплей с разрешением так называемый четыре с половиной к выглядит просто роскошно точное разрешение составляет 4480 на 2520 пикселей а диагональ 24 дюйма еще немного цифр максимальная яркость 500 нит отображение более миллиарда цветов и поддержка цветового диапазона p3 также поддерживается фирменная технология true-tone подстраивающие параметры работы дисплея цветовую температуру под внешние условия такие как уровень освещенности помещения в реальности дисплей очень яркий контрастный за счет высокого разрешения пикселей на всех системных элементах и значках неразличимы картинка в целом очень гладкая и приятно пару слов о камере ее наконец-то серьезно обновили и теперь на видеозвонках вы будете выглядеть просто отлично в разрешении full hd правда у новой камеры стал шире захват изображения поэтому придется потратить чуть больше усилий на расчистку той части комнаты которая попадает в камеру камера по-новому обрабатывает изображение для улучшения картинки при низкой освещенности раньше при общении по фейстайм в полутемной комнате можно было увидеть немного цветового шума сейчас же этот неприятный эффект практически незаметен также по информации от apple нейронный движок в чипе m1 позволяет улучшить шумоподавление автоматическую экспозицию баланс белого а также расширить динамический диапазон в том что касается звука аймак произвел мне прямо-таки неизгладимое впечатление компьютер оснащен довольно приличной аудиосистемой включающий в себя 6 динамиков с поддержкой dolby atmos я вообще не припомню чтобы мне хватало где-то встроенного звука для просмотра кино или игр а на новом аймаке уровень громкости насыщенность частот вполне приличные не возникает желания немедленно подключить внешние колонки можно даже слушать музыку и среднюю комнату в обычной квартире аймак легко озвучит причем даже с какими никакими а басами любопытно что фирменный стартовый звук в исполнении новой акустики стал звучать совсем иначе когда воспроизводится во всем частотном диапазоне весомее солиднее несмотря на веселенький внешний вид самого компьютера все динамики инженеры apple умудрились разместить в нижней части корпуса под дисплеем остальные грани корпуса имеют сплошную поверхность а здесь сделано отверстие для динамика судя по всему в этом же районе находятся радиаторы для отведения тепла от ключевых компонентов поскольку именно эта часть корпуса становится теплой при активной работе за компьютер слову об активной работе помимо веба работы с документами и просмотр кино мы также решили проверить можно ли на новом аймаке поиграть во что-нибудь интересно они только в типичные казуальные игры из appstore в редакционной библиотеке steam нашлось несколько довольно современных игр под маг наш выбор остановился на классической цивилизации 6 и игре хейтс она же аид царство мертвых в греческой философии в свое время эта игра получила звание лучшей игры 2020 года в эту же тему пришел и пришлось довольно старая но по-прежнему очень затягивающая игра diablo 3 важный момент состоит в том что разрешение у дисплея очень высокая и не каждая игра в принципе сможет корректно с ним работать в итоге в честь программистов apple и разработчиков игр все тайтлы что мы попробовали с задачей справились хейтс легко запустилась в разрешении 3200 на 1800 анимацию игры очень плавно она сама по себе очень красиво нарисована и на маке все работает быстро и без тормозов цивилизация 6 самостоятельно выбрала и запустилась в половинном разрешении дисплея то есть 2240 на 1260 там тоже все плавно и красиво игра работает без каких-либо проблем или тормозов а вот с diablo 3 ситуация немного иная движок игры поддерживает полное разрешение 4480 на 2520 но с такой картинкой игра ощутимо тормозит а вот если переключить разрешение на половинное то все работает отлично имейте ввиду что все перечисленные игры изначально написаны под персональный компьютер и соответствующей процессорной архитектуры соответственно они запускаются через фирменную apple скую прокладку в виде программы розетта и это вообще чудо что они работают и работают хорошо еще буквально пару слов о впечатлениях от просмотра кино здесь что вполне ожидаемо аймак отлично справляется и показывает прекрасную картинку в 4к с ютуба и нетфликса поддерживается формат вай фай 6 соответственно для работы с аймак на максимально возможной скорости понадобится соответствующий роутер у нас он нашелся это asus арти и x82 и с ним компьютер соединяется на скорости больше гигабита по воздуху и с легкостью воспроизводит образы blu-ray в 4к с подключенного к роутеру нас без малейшего намека на тормоза например при перемотке по фильму что часто случается на менее производительных машинах в заключение скажу что новый аймак мне очень понравился это отличный компьютер сам по себе у него классный дисплей хорошая встроенная камера и приличная акустика он быстро работает отлично выглядит и на нем даже можно поиграть в некоторые не особенно требовательные игры конечно за его цену можно наверное купить мощный пк с приличным монитором но сравнивать технику apple в лоб с персональными компьютерами дело неблагодарное и мы им заниматься не будем новый аймакс процессор м м1 станет лучшим вариантом для подавляющего большинства пользователей экосистемы apple присматривающих компьютер для дома или офиса он обеспечивает более чем достаточную производительность и закрывает все важные повседневные задачи по большому счету он один способен из коробки обеспечить все нужные от компьютера функции и к тому же отлично вписаться в современный интерьер особенно если докупить к нему какую-нибудь модную акустику спасибо что смотрите наши ролики подписывайтесь на канал ставьте колокольчик и обязательно расскажите свое мнение в комментариях благодарим российское представительство компании apple за предоставлено на тестирование образец а на этом сегодня все до новых встреч